МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Номер восемь за четырнадцатый год от издателя. Ага, вот видите, уже тут идет. Лечение волновым... Метод информационного лечения. Волновой геном, квантовая генетика и так далее. То есть Петр Горяев и другие. Анонсик. Так, я разбирал. Что там, что там делается? В августе Луна рекомендует. Приметы месяца, особенности августа. День силы. Интересно, да? Святую силу добавляет мужику силы. Что для этого надо делать? Очень интересная рекомендация. То есть рекомендации вот в календаре, они, знаете, вкраплены, рассыпаны. И в быту как раз вот люди не просто жили, а вот эти рекомендации к месту они выполняли. И это совсем по-другому сказывалось на их качестве жизни. Познавательно-практические лечения и онкологии, разные подходы, разные результаты. Так, тут разбираем. Ага, вот видите тут это. Это как раз и, знаете, разбираю. Я привожу дневник лечения 90-летней Насти Кэ. Она из города Одессы. Я так и не нашел. Вот это было тогда. Собирали деньги. Ее, значит, лечили. Вот она там описала, что там, что там, как там это было. На лечение Насти уже потратили 100 тысяч долларов. А надо еще. 154 тысячи ей собрали. Туда дали. Вот. Один день в стационаре. Она как раз, по-моему, где-то... В этом самом израиле, по-моему. Нет. Немецкая. В немецком городе, значит. Так вот, значит, один день лечения в стационаре стоит 1200 долларов. Значит, последние три дня Насти была госпитализирована. Три дня госпитализации 5400 долларов. Идут, знаете, пробы. А чем лечить, значит. Химия дает побочные эффекты. Значит, что-то другое. Вот. Разболился живот. Началась рвота. Вышла пища. Потом уже кровь пошла. Кровь не останавливалась. Пришлось ехать в больницу. Можно было умереть. То есть, от одного лечения, знаете, не от болезни, а от самого лечения можно умереть. И тебя лечат и от болезни, и от методов лечения. Короче, получается кошмар. Так вот, я сейчас не знаю, она вылечилась ли, или, знаете, вот это вбухали 250 тысяч долларов этим врачам. Они лечили, лечили, человек умер, они развели руками, и все. А если вот лечение не помогло, и человек действительно умер, отдайте эти денежки. Нет. Ну вот. Вот такие, знаете, ни за что не отвечая, лечат по протоколу. Что такое протокол? Значит, придумали какую-то методику лечения какую-то там разработали, барбанскую. Вот. И ее, значит, вот должны все выполнять. Если не выполняют, все, значит, это, этого врача, значит, отберут лицензию и посадят. Что такое пересадка костного мозга? Я думал, кость берут, пересаживают, ничего подобного. Это просто-напросто, даже в костный мозг не лезет. Это просто-напросто, берут вашу кровь, ее там отфильтруют, и вот эту кровь перельют вам в это. Так, лучеватель пи, а ты уже разбираешь, побочные явления. Пресадка костного мозга. Так. Так, сейчас-сейчас мы найдем забор костного. Значит, после того, как донор найден, производится забор костного мозга, его берут из тазовых костей специальными иглами с широким просветом. Процедура продолжается до двух часов, во время нее забирается не более 5% общего объема мозга донора. Значит, у донора происходит восстановление костного мозга за 2-3 недели. В настоящее время используют препараты, которые стимулируют выход клеток костного мозга в периферическую кровь, вернее, выход молодых клеток крови. В этом случае у донора вместо костного мозга из кости бедра берется кровь из вены с помощью центрифуги, и ее разделяют на фракции нужной клетки крови, изымают, а самокровь возвращается к донору. Пересадка костного мозга делается просто. Больному внутривенно вводится суспензия костного мозга, типа стволовых клеток. Эти клетки постепенно из кровяного русла попадают внутрь костей, от них возникает новый костный мозг, который устанавливает правильное кроветворение. Значит, вот так вот написано, а у меня, знаете, закралось сомнение. Значит, клетки постепенно из кровяного русла попадают внутрь костей. А могут и не попадать. Кто это видел, кто-то сказал, были опыты, нету опыта. Насколько это правда. И от них далее, если они уже и попали туда, и от них возникает новый костный мозг. То есть он там внутрь растет, а тут клетка отсюда пришла, и она там начинает расти. Как-то, знаете, какое-то детское объяснение, которое только ребенок и может поверить. Побочные явления. Все это тут я описал. Вот про гдауны тоже. То есть разобрано все это, все это, все это лечение. Что и как делать. Заболевание крови. И прочее, прочее. Значит, познавать на практическое видео. Виды мотивации, прямая коственная тут разбирается. Но это уже, знаете, в частности, можно все это не делать. Так. А вот, кстати, сочинение такое стихотворение. В доме уютно и светло, лучик солнца бьет в окно, тишина и благодать. Хорошо здесь проживать. Речка рядом с соловей, слышится кукушка, и жена мне говорит о любви на ушко. Вот что делать. Живая и мертвая вода, прибор, значит, улучшенный. Это можно приобрести через интернет-магазин. Система фильтрации и магничной воды, пожалуйста. Тоже стельки. Этим занимается сайт genesha.ru Я в основном только пишу и куплю и продажей не занимаюсь. Продолжение следует...